Всем привет, с вами Артур и мы продолжаем проходить Dark Souls 2, последнее дополнение корона Костяного Короля, то есть мы сейчас пойдем в Метель. Перед этой частью я сбегал и достал корону короля, ну которая последняя, не знаю где она, вот она, чтобы у нас появилась катсцена, которая должна быть, если собрать типа все три короны, но оказывается четыре. Также немножко переработал свой, ну свое оружие, в общем-то, и кольца поменял, в общем-то, вместо того, которое дает больше, ну точнее теряется меньше выносливости при блокировке щитом, и на слоты к магии кольцо поменял на вот это, не знаю, но в целом может иногда пригодиться, когда выбивает выносливость у врага и он ничего не может делать. Ну и сделал я это, потому что поставил себе великий двуручный меч, пошел его сделал и заточил, а он ничем не магией, ни всякими мазями не усиливается. Поэтому смысла у нас в ячейках к магии и усилении оружия магии нету, само собой. Тоже стрелку пил у этой птицы, раз был на месте, и кстати поменял еще на душу вот этот вот мечик, ну он не мечик вовсе почти, но я покажу просто как он выглядит, потому что он выглядит достаточно прикольно. У него такая вот пятюлечка в руках, пятюлечка, а выглядит достаточно забавно, хотя выносливость уходит очень быстро. Ну может быть если его прокачать, то будет медленнее, но все же не так чтобы круто, но у него есть вот такой вот удар дурацкий на самом деле. Хотя, стоп, если этими, так, парирование и блокировка, ладно, ничего особенного нету, но зато он весит 0,5 и его можно держать в слоте просто на всякий случай, потому что это оружие тоже достаточно быстро ломается, а это, ну оно не будет таким крутым без усиления магии. А носить только ради, чтобы усилить серапиру магично не хочется, но в целом помахать ей все же можно. Еще я взял этот щит, потому что он тоже выносливость быстрее восстанавливает, и меч этот, потому что если вот так вот блокировать, он блокирует 80 урона от атаки обычной, и это, ну иногда больше даже чем у щитов, конечно, максимум 100, но 80 тоже. Хотя, я его усилил, поэтому мне все же 80, да. Магию не очень хорошо блокирует, всего 45, но это ничего. Зато, мне кажется, когда щит на спине одет, он еще и блокирует спину, так что немножко в этом бонус есть. А, ну и да, выносливость немножко прокачал, потому что с этим мечом у меня совсем выносливость. Даже вот я кольцо одел, вот это вот, третье кольцо дракона, которое немножко груз понижает от носимых вещей, но у меня было 71, по-моему, и перекаты были не очень. Так, хоть, хоть как-то лучше. Ну что ж, что мы делаем? Отправляемся? Отправляемся в метель. Блин, не хочется там, так тупо, стрёмно. Враги топчут. Хотя можно будет кого-нибудь призвать. Я так немножко побегаю один. А потом, если что, призовем кого-нибудь и нормуль. Все-таки это коопная локация, так что есть чем оправдываться. Хотя, когда я убивал боссов не коопных, это не было оправданием. Ну что ж, вторая попытка. Один раз я уже там был, если вы помните, в прошлых частях, когда только открыл эту локацию. Ой, холодная окраина. Ну, поехали. Так. Там еще гробик, похоже. По-моему, я его в прошлый раз не заметил даже, да, с телом даже. Но видите, мне эта локация не нравится тем, что нифига не видно. Ну, это ж не очень круто. Хотя, с другой стороны, может, кому-то это наоборот очень круто. Так. О, немножко прошла метель, и мы увидели камушки. Знаков призыва не так уж и много, но они есть. Пойду посмотрю, что вот там вот. Хотя, наверное, туда я в первый раз и побежал. Ну, главное, до коня добежать. До первого он меня убьет, и... На этом закончим геройствовать. Черт, нифига не видно. Кошмар. Так, может, выключить какие-нибудь настройки графики, и тогда будет лучше. Если я, конечно, могу во время игры их менять, мне кажется, надо выходить из игры только тогда. Хотя нет. А вот. А вот. Что у нас тут есть? Ммм... Качество тени, эффекты... Может, эффекты на... Низко поставить, и... Ммм... Проверим. Нет. Не работает это у меня. Так. Клавиатура... А, вот. Замечательно. И зашел опять сюда. Ну-ка, я... А мне ведь всего лишь в настройке графики надо попасть, чтобы... Поставить на высоко эти качества эффектов. Которые вряд ли меняются особо от этого. Ммм, вот мы и прибежали. Да, по-моему, это то самое место, где я в прошлый раз прибежал. Чё-то тут нашёл. И потом... Так, ну пока метели нету тут... Да. Если ко мне ещё заинвейдит фантом, это будет печально, потому что этим мечом я не очень хорошо орудую. Точнее, практически не орудую. Так что... Ему будет очень легко меня убить. Оно достаточно медленное, как вы можете видеть. Ну... Может прокатит. Буду так идти. О, вот и первый конь. Ну, видите, он меч. Достаточно хороший. Что, получил? Ой, а выносливость он хорошо сжирает. Так, добись его. Эх ты ублюдок. Скакать любишь. Так, там что, ещё один? Мне просто показалось, что-то в меня выстрелило. Может быть, он выстрелил и... Быстрее своего... Своей молнии до меня добежал. Так. По-моему, я ещё кого-то слышал. И сейчас у меня может влететь. О, хорошо. Я хоть что-то вижу. Так, наверное, там я уже и был. Пойду кровавым пятнам. Ну, как видите, мяч хорошо блокирует. И плюс, после него, этого блока, обычно враги почему-то не делают следующую атаку. Какое-то время есть. Время их ударить. Так, тихо. Не, ну плутать тут можно долго, это явно. О, кровавые пятна очень много и... Да. Да пошёл ты, ублюдок. Если вы будете по одному нападать, то... Никакой сложности у вас... Я не вижу. У меня просто там была тень. Интересно, из коней там хоть всё лошадиное говно падает. Какое-нибудь. Вот я так представляю, если... Ох ты, какая тень. А, тут тупитая. И кровавые пятна. Может, тут ещё кто-то нападёт. Ну, кстати, идти по стене, это очень хорошая идея, потому что рано или поздно можно выйти туда, куда нужно. Это будет очень долго, но... Как бы... О, о, что-то я слышу. Но ничего не вижу. Самое здоровское, это, наверное, как будет выглядеть это видео, когда... Я его залью, потому что обычно это... Белое ничего. Так, вот и конь. Так, отходим, да? Так, выбил мою выносливость. Не очень. Ах, вот ты и труп. Кстати, зря, наверное, бутылку выпил. Здоровья у меня достаточно много. После этого коня осталось, и... Надо было камень... О, ещё один. Ну, звук я точно слышу. Слышите? Ну, вот кровавые пятна, наверное, тут и будет. Я представляю, сколько ещё не у этой стены там всяких предметов, наверное. Ну, там что-то должно быть, кроме ледяной пустыни. Знаете... Ох ты, что это там такое? Что-то явно есть. Ладно. Я всё-таки по стене пойду. Ванчард, где в пустыне, мне больше нравилось. Она хоть была более-менее... Хоть и пустой, но видимой. Ну... О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут... Тут ты, коняшка. Тихо-тихо-тихо. Давай добивать тебя. Блин. Ну, добил, да. Ай, пожадничал. Хороший меч, но... Иногда им очень сложно управлять. Так, ну что, меняем кольцо и опять в путь. Ммм... Сколько у меня их? Четыре есть. Хорошо. Сейчас, подождите. Мне надо... На ком-то отыграться. Плюс у него может что-нибудь выпасть. Выпасть. Но не в этот раз. Ты чё, ещё жив? Ну, ты даёшь. Ладно, пока, удачи. Вот расстроился ребёнок. Знаете, в чём прикол того, что я кого-то призову? Этот кто-то, возможно, знает дорогу. Потому что я вообще не знаю, куда идти. Это... Ну вот, ещё один гроб. Пустой, к сожалению. Ещё один гроб. Может, по гробам идти? Смотрите, предметик нашёл. Не, ну, если мне одному справляться... Так, где эти камни? Если мне одному... О, на нём. Если мне одному справляться с конями достаточно легко... Ну, если они одни, то с кем-то в компании, хотя бы с одним, это будет вообще. Ну, главное ещё и с фантомом дойти до... Нет, ты мне... Не нужна. НПЦ не знает, куда идти. Это уж... В этом я уверен. Так, вот это может надпись. Но это тоже может быть НПЦ. Так, ну, ребята... Истинные. Может, как бы самому призваться в чужой мир, как бы помочь и... Ну, как бы... Может, тот чувак, с которым я побегу, будет знать дорогу, и я хотя бы тоже её начну знать хоть немножко. Ну, потому что... А, ну, есть идея. Если я буду писать знак, а потом его убирать, то... Возможно, появятся знаки. Хороший у меня ник, правда. Когда делаешь очень много персонажей в игре, то... В какой-то момент тебе уж и не важно, какой ник. Ну, как-то мне это очень не нравится, что я никого не могу призвать. Кроме... Эх, кто-то уже наигрался в DLC. Жалко. Надо было сразу проходить это место. А теперь... Пойду по кровавым пятнам. Вот тут, вот тут вообще откуда тут кровавые пятна, если... Так, может быть, если я побегу вот туда, в такой неочевидной дороге, то я прибегу... Ну, кстати, так нельзя бежать, а то выносливость кончится и... И всё. О! Кто-то появился. Ну, я явно слышу. Не может быть, что мне показалось. Но теперь я не знаю, куда я бежал. Что я кругов тут наделал. Вон туда побегу. Там какая-то тёмная гора. Гура. Гура, гора. И, может, что-нибудь найду. Там ещё что-то есть. Хватит, смотрите. Там вот как будто точками эти... Постройки. Может, всё-таки туда... О! Ага, выносливость-то я уже и прославил. Ух ты какой-то. В Dark Souls'е первом помните котейку? Ой-ё-ёй. В DLC. Про этого Арториуса. Который в самом начале локации. Вот что-то мне эти молнии напоминает. Он тоже так отскакивал. Улял. Во, вот туда побегу. Явно туда. Так. У меня возникает мысль одна. Да, немного. Кстати, кто... Не вовремя я решил показать вам инвентарь в очередной раз. Так. Давай там. Электризуйся. Так. Нет-нет-нет. Не жадничаем. Всё равно добьём. Нет, не добьём. Дерьмово. Жалко, сейчас метели не было. Я бы хоть знал, куда бежать. Так. Ещё один. Что за дерьмо? Ну? Это что-то новое. Слушайте, конь же не может таким говном пускать. Или может? О, кстати, я прибежал. Это что-то новенькое. Ну и ладно. Идём дальше. А вход тут есть? Ах, ты живой. Значит, ты тут не один. Такие ублюдки они. Ага. Ну, хотя можно их и так. Ой, как хорошо, что у меня камни фарса есть. Тёплая вода. Ну, хрен ли, джакузи в таком месте. Это тоже неплохо. Всего-то за камень фарса, который всё равно некуда использовать. Хотя можно в этих локациях с камнями фарса, но... Там их копить не так уж и сложно. Так, давай, видите, подождём, пока метель закончится, чтоб я хоть примерно знал. Ну, вот этот пацан, походу, знает. Пойду за ним. Может, и нет. Так, ну, возможно, мне надо вот... К тому месту, но... Что мне подсказывать, что пойду-ка я сюда. Ну, знаете, я всё равно не пройду это место. Потому что рано или поздно с конём на меня кто-нибудь ещё нападёт. Или два коня, и... И всё. Да. Это, конечно... Это, конечно, круто. Так, ну? Чё тут есть? Чё-то там... Чё-то там вроде и есть. Или... Глючит. Может, просто гора, да, сказать, всё это просто... Ладно, пойду к тому зданию. О-о-о. Рад, что я тебя встретил. Давай электричеством. Нормально так, нормально. Добивай. Ну, главное... О, что-что-что. Главное, чтобы они делали свои эти... Дурацкие атаки. Они начинали бегать, как сумасшедшие вокруг. И всё с ними понятно. О! Да, похоже, это другая зданица. И там ещё одна. Так что... Или это то самое... Да, этот... О, там враг какой-то новый. Даже... Там что-то валяется. Ладно. Это потом посмотрим. Сначала вот с этим. Ну, в общем-то, здорово, конечно. Конь. Так, вот тот петух, он... С арбалетом. Дерьмовый... Дерьмовый... Тихо-тихо-тихо. Петух. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Полегче. Мне всего лишь нужно тебе бэкстеп сделать, чувак. Что ж ты такой неугомонный? Ну ладно, давай разойдёмся. Ох ты, ты ещё и ножички кидаешь. Красавольчик вообще. По-моему, ещё конь. Ну, круто, конечно. Просто гениальное место. Ну и тот попил, конечно. Так, это... Тактическое отступление, но... Меня он сейчас убьёт. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну как бы НПЦ можно призвать. Если больше некого призвать. Ну, было бы, конечно, хорошо. Не НПЦ. Неприятно, когда... На тебя нападает конь с врагом. Потом ты убиваешь коня. Почти убиваешь врага. И приходит ещё один конь. Я вот ждал такого места. Просто кони не могли быть. Да, достаточно сложно. Не люблю я эти бои. Один против всех. Так, гроб, а где камень? Ты вот знаешь, где камень? Да? Ну, блинство. Ну, что за дерьмо? Вот смотрите, я сейчас поставлю свой знак, и меня призовут. Наверное. Давайте я пройду с кем-нибудь это DLC. Если там босс какой-нибудь дурацкий, то это будет считаться. Хотя, не особо это будет считаться. Сейчас подожду. Давайте на паузу поставлю, чтобы вам не ждать. Если кто-то меня призовёт, то продолжим. Если не призовут, то всё равно продолжим, но уже одни всё. Или с НПЦ. Но не прошло и секунды, меня уже призывают. Замечательно. Кто бы мне так помог? Ну, хеллоу, хеллоу. Хеллоу, хеллоу. Ладно, пойду за тобой, пока не потерял. Круто он говорит. Неужели ещё НПЦ? Ну, не... Ну, ты, блин, чувак. Враги сильнее становятся. Ещё и до ускорения бежит. Ну, сейчас... Недолго так пробегаем. В руках какая-то хреновина жёлтая. Ну, 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 ну. О, чё у него? Метели нету. Бежуем таки спокойно, всё видим. Практически, конечно, но... Ну, не первый раз бежит, я вижу точно. Ну, вот первый бой. Чё, драться не будем с конем? Ну, ладно. Пойду за ним. Хоть буду знать, как пробегать это место. Хотя одному, наверное, пробегать сложновато. О, за мной сейчас врежутся взад. Ай, ну отстань, а. Конь. Конь, не надо. Не хочу я с тобой играть. Сейчас ещё стрельнет. Ну, какой милый конь, а. Похоже, мы подружились. Он хочет мне отомстить. Ну, как бы он мне уже отомстил, так что... Прекрати, а. Чувак, мы так не добежим. Ты лох. Ну, хотя... От одного-то коня можно убегать, а вот... От нескольких. Какой отчаянный петух. Я попью, конечно, это плохая идея. Ай, ты пошёл ты в жопу. Ну-ка, хотя туда он и идёт, но... Прекрати. Да он нечестный, но петух убежал вообще. Хорошо, хорошо. Иди убей босса. Если он там, конечно, есть в этом говне белом. Ах, я ненавижу это всё. Ну, зато я не потерял ничего. Может... О, о, о. Да, да, хорошо. Ах ты, петух. Ну, давай, 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 давай. Чик-чик-чик-чик-чик. Help me. Help me. Я не совершу такой же ошибки. Мы будем убивать всех коняшек. Е-е-е-е-е. О. Неплохо выглядишь. Давай, показывай дорогу. Ну? Ты упоролся? Нормально. Не буду больше никого призывать. Не знаю, куда идти. Надеюсь, он поймёт меня. Ну, вот, по кровавым пятнам самое оно. Бей впереди. Хорошо. Кого? Ну, нихера не вижу. Ну, хрен. Хрен ли. А, вон туда. Тру эмоушен. О, что происходит? А? А? Ну, класс, класс, класс. Воробя нашли, значит, правильно бежим. О, сколько кровавых... Вот эти говняные здания. Главное, их найти потом полегче. Ну, он, в сете, походу, короля... Чё-то на бошку ничего не одел. Ну, корона, наверное, дурацкая, поэтому и не одел. Ник интересный. Похож на немецкий. Ну, что такое? Нет тут никого. А, есть. Ну, во, как всё хорошо. Не думал, что в это здание стоит. Хотя, подождите, я проверю, вода... Она вообще... Творит чудеса или не творит? Что ты делаешь, больной ты? О, лечит, правда. Зачем ты ломаешь алипарту? О, о, о. Так. Вон там тело, я помню, в прошлый раз пошёл к тому. Имбецилу. Но сейчас конь всё равно наваляет. Ну, вот и тело с предметом. Мерцающих титанита целых двух. Полегче. Так, ты хочешь этого убить? Но там же коняшки. Ты что? Ну, давай, давай. Я ему сейчас забэкстэблю всю жизнь. Ни хрена у тебя здоровье. Ах ты говна, кусок конь. Ну, сделай его там. Я пока коня отвлеку. О, видите? Сбил ему. Отачку. О, тише. Какой я дебил! Ненавижу этот. Раз. Есть. Ой, сейчас всё обосру. Нет, нет, нет. Фантома не трогай. Чё? Пошёл в жопу козёл. Фух. Имел я анально это дополнение, всё. Ну и куда бежать? Включите свет, а? Вот это действительно как будто бежать в темноте, а потом... О, похоже, да. Походу сюда. А дерьмо. Так, кони. Я бегу за этим. Плевать на камень. Чувак, там конь. Ну, мы сейчас кони так же видим. Ещё один. Коняшные. Слушайте, это дополнение должно было быть, как это. Знаете, там год свиньи, кабана, год лошади. Вот на год лошади. Блин, да сколько вас тут коней. Класс, конечно, но ни хрена не вижу. Знаете, как будто... Как будто и не покупал дополнение. Ой, зачем я выпил? Ладно, сейчас ещё починю оружие. Так, ну... Так, погоди, ни хрена не вижу. О, о. Слушайте, походу... Походу пришли. Чё, сейчас будем... Давай... Давай ещё тогда починимся. Ой. Может одеться потеплее, потяжелее. Не, ну я и так достаточно тяжёлый с этим мечом. Буду как... На... Слушайте, ещё один призыв, знак, может. А, хрен с ним, давай. Я тебе не верю. Ты сон вчерашний. Давай быстрее. Петух. Ну, конечно, не петух, он помочь хочет. Но я знаю, почему он хочет помочь. Потому что оружие сломано. А, да всё, ладно. Хрен с тобой. Не хочешь появляться? Ну, хочет, хочет. Хочет, но молчал. Ой. Ну, конечно. Повторение. Мать учения. Так, сейчас мы сделаем у ворот хороший. Смотрите, как умеет. Оп, бежите. Всё мимо. Сосаем. Ой, два... Вы что, шутите? Ну, это уже не смешно. Ну, кстати, здоровье у него, по-моему, поменьше. Ой, как же я уворачивался, хорошо. Ложил я на тебя. О-о-о-о. Блин, нихрена не. Пожалуйста. Да хрен ли вы все на меня налетели? Ну, блин, ну вы... Конченые твари, блин. Что за дерьмо. Один бы я их и то победил бы, наверное. Потому что здоровья было бы в два раза меньше у них. Даже не знаю во сколько, но с тремя фантома хватило бы. Ой, дурак. Ладно, что ж, теперь я не буду записывать свои пробежки дотуда. И только на боссе будем встречаться, но... Хрен знает. Хм, хочу ли я его убивать. Ладно, увидимся на боссе. Пацаны, справился с этим ещё раз. Помогает мне... Ой, фаи даст. Нет, наверное, фаи даст. Ну, скорее всего, это пиромант, потому что он часто пиромантией пользовался. Ну и ура, пирка есть. То есть я его уважаю, уважаю. И мы хорошо с ним так слаженно... Всё, прошли. Ой, ой. Видите, даже сколько астусов осталось. Ну что? Я не готов. Удачи, удачи. Не хочу опять умирать. Ну что за дерьмо? Угу. Класс. Блин, урон у него, конечно, классический. Большой смысл. Надо быстрее его убивать, пока... Второй не вылез. Блин, ну как ты это сделал, а? Полегче, полегче. О-о-о. Так. Сейчас будем уворачиваться. А, нет. Почему сегодня в меня летит, а? Ну класс. Ай, ну конечно, конечно. Вот так вот вечно и бывает. Ладно. Увидимся на следующей попытке. Если я, конечно, смогу кого-нибудь засумонить, потому что знаков там нету. Практически. Иногда бывают, когда повезет. Ну, жопа, в общем, ну... Прорвемся. А, да, чтобы вы поняли, что знаков нету, и что это правда. И вот чем я занимаюсь, пока их нету. Бегаю, как дебил, кругами и ищу их. Но их нету. Только два... НПЦ. Здорово, да? Да, я тоже так думаю. Ладно, скоро появимся у босса. Ребята, бежал я тут с пареньком. Где-то на полпути он меня бросил. Еле-еле я выжил от коней, которые тут за мной гнались. Кстати, вот там вот у бочи где-то лежал предмет, но я не успел его взять, потому что чуть не умер. Ну и... Я даже не знаю. Идти одному на босса и умереть, или... Или подождать, пока тут знак появится. Хотя это крайне маловероятно, потому что он... Как я уже говорил, появляется крайне редко. Но у меня только четыре эстуса. Печаль. Ладно, я пока поставлю на паузу. Может, кого-нибудь смогу из фантомов встретить, призвать. Но если нет, то пойду один. Так что скоро начнем убивать пытаться боссов. Ладно, ребята, совершил я ошибку. Нет у меня выбора. За мной две лошади там гонятся. Осталось только два эстуса. Удачи мне. Не самый простой босс должен подметить. Ну, хотя с другой-то стороны... Ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас появится второй, и тогда я умру. Ну, вот и все. Приплыли. Да. Ну что ж, это было более-менее мужественно. Печально, но мужественно. Хе-хе-хе. Ай, говно. Какое ж, говно, печаль. Почему фантом меня кинул? Если бы он меня не кинул, мы бы уже бы, наверное, убили бы этих боссов и открывали бы шампанское. Но с Вендриком там, например. Но нет. Придется повторять, повторять и повторять. Так, ребята, мы тут дошли. Большие мечи рулят. Но, конечно, у меня только одна мазь для починки осталась, что не очень круто. Ну ладно, можем заходить, если хочешь. И я делал тяжелую броню, потому что меня запарило, что эти киски меня убивают с одного, с двух ударов. Но сейчас я думаю... Блин, почему-то с этим чуваком, играя, мне все сложнее. Хотя, может, потому что я разделил... И он меня все равно наносит половину урона. Черт, ну это вообще без смешного печально. Если мы одну киску сейчас не убьем, то... Как же убивать двух кисок? Так, сейчас они в меня полетят, это явно. А вот то, что этот ублюдок еще... Блин, убей, пожалуйста, одну киску и... Мы... Ай, дерьмо. Ай, дерьмо, я еще и в лапе застрял. Класс. Ой, ну хоть... Так, по-моему, они в меня сейчас полетят. Я не понимаю, они... Ой-ой-ой. Так, у меня и бутылок-то не осталось почти. Нихрена себе, вот это он мне лапкой дал. Да, ну, в общем, весело. Нет, я буду, пожалуй, голый бегать, потому что все равно... Урон, один удар, половина здоровья. Ну, это вообще жесть. Не понимаю, как они вообще могут делать игру. Ну, если какую бы броню ты не одел, половина здоровья, один удар. Неважно, какая броня, но различия колоссальные по статам, а все равно... Ну, как бы вот сейчас могу даже для сравнения. Ну, смешно же. Но я не смеюсь. Ладно, короче. Пойду-ка я, пожалуй, за порошком для починки, потом продолжу. Жесть. К чай эту. Так, ну, я уже в очередной раз сюда прибежал. Для починки порошка есть у меня. Напарник хороший есть у меня. Идите с этим... Ну, в общем, не помню, как называется, но двуручная. Очень хорошая атака у нее, но все равно со щитом, так что неважно это. Надеюсь, сейчас у нас все получится. Ну, как рычат петухи. Я аж печалюсь от того. Давай. Сейчас свою магию как замутит. Но она очень мало наносит, так что... Я не очень... А вот так вот я уже начинаю переживать. Выбежим. Ах, хрен себе. Пес. Ой, ну так нечестно вообще. Ну, давай попробуем. Магия, да? Ах, хрен твоя магия. И это еще, да? Нет, они... Интересно замутили. Один удар этому петуху. Есть. Да пошел ты в жопу, а, козлина. Что ты хочешь от меня? Магия? Ах, дебила кусочек. Ах, ну давай, попади в меня. Ах ты. Сыкло. Даже не стреляет, по-моему. Но этот чувак очень сильно мне помогает. Я не хотел бы просраться сейчас. И я просрался, вот дебил. О, боже ты мой. Не, так нельзя жить. Так нельзя жить. Ой, дебил. Ладно. Скоро. Скоро будет опять бой. Знаете, ребята, я вот... Ой. Да. Я вот сейчас с этим чуваком бегаю. Мы немножко потерялись. Уже бегаю минут 15. И... О, кстати, тут где-то предмет должен быть. Как я и говорю. Да. И... Было бы круто сейчас добраться до босса, потому что мы сделали... О, кольцо же... Смотрите, я нашел целое кольцо. Вау, вау, вау. И, наверное, единственный плюс это то, что после такого забега... В скором времени, когда я буду бегать к этому боссу, коней уже не останется в этой пустыне, потому что они просто не будут респауниться. Что, по-моему... Уже столько их убил, что я не знаю. Это ненормально. Жалко. Мало у меня эстусов. Видите, как чувак был до... Кура, ура, ура. Давайте тоже сделаем. И сейчас умрем. И, кстати, я меч сломал, так что очень все печально. Надо же быть таким неудачником. Наверное, надо. Кстати, это оружие я мог бы и заточить чем-нибудь. Опять же... Какая разница? Я кольцо живого нашел. Давай, магия. Как хорошо, что я полечился. Как я ненавижу эту его атаку круговую. Просто не босс, а петух. И сейчас еще второй выгодит скоро. Ну, с такими атаками мы не убьем его. Ой, помяните мое словечко. Сейчас сдохну. Или мой напарник сдохнет, потому что они... Ой, ха-ха, взялись за него. За меня. Ай, атакуй, атакуй, говна кусок. Ну, вот это было уже весело. Умелец я еще тот, конечно. Сражаться с этим боссом. Так что ждите с... А, давайте посмотрим, что за кольцо-то нашел. Да. В честь моего очередного проигрыша. Кусочек шоколадки скушать. Хоть сиротанина повыше. Хотя нет, оно не так называется. В общем, мне нужно немножко радости. Эх, где эти кольца-то? Ну, по-моему, вот это кольцо живого помогает фантому выглядеть человеком. Кольцо с острым штырем, даже будучи фантомом, вы будете казаться человеком. Кольцо ранит кожу, вызывая постоянную боль, которая напоминает владельцу кольца у его человечности. Ну, смотрите, как бы... Я понимаю, что вот это кольцо помогает фантому выглядеть человеком, но тогда... Почему это позволяет выглядеть человеком даже в облике пола? То есть они чем-то отличаются или... Разницы нету? И то кольцо даже не отнимает здоровье. Так что, очень полезное говно. Так, ну что, опять мы пришли. Кстати, когда-то этот чувак меня бросил, наверное, дисконнектнуло. Но вот мы и вновь здесь. Ну, точнее, впервые мы вместе здесь. Блин, у меня аж уже сопли пошли. Насморк. Аллергия, наверное, на котов этих хрень. Так что, в общем... Ну, вообще, класс. Хорошо начал. Ой, вообще супер. Ну, давай, добивай меня. Ой, второй пришел. Печально. Ой, как я увернулся-то. Счастливо. Сейчас этот начнет стрелять. Не знаю, по кому. Наверное, по мне, потому что я ближе всех, но... Да. Как хорошо я ему врезал, а? Даже горжусь собой. Но надо спасать паренька. Блин, они его зажимают. Это очень плохо. А я не по тому коту еще иду. Так, надо уворачивать. Наверное, по мне будет. А нет. Блин, опять не тот кот, да что ж вы... Блин! Есть! Опять я добил одного из котов. Ой. Так, не жадничаю. Сейчас. Главное... Да хрен ли ты тут не жадничай. Так, допиваю все, что есть. Плевать. Так, давай. По-моему, сейчас будет пук. Ой-ой-ой, что это за дерьмо? Что за дерьмо он включил? Того я не видел никогда еще. Есть. Ой-ой-ой. Души две заработал. Ой, обними, действительно, спасибо. Я бы тоже обнял, да у меня в слоте нету обнимашек. Печалька. Не знаю даже где они. Вот дерьмо. Наверное, он уже исчез. Но... А может у меня и нету их. Вот дерьмо. Ладно, хрен с ним. Так, посмотрим, что за души. Наконец-то я могу себе позволить отдохнуть. Так, куда я все души делал? Ну, я не знаю вообще. Так. Это Залин, питомец короля. А это Луда. То есть это еще плюс два оружия. То есть у меня есть оружие. Вот этот кокоть, 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 кокоть. Не да, кокоть. Так, я не знаю, где он. Где-то должен быть. Вечно проблемы с инвентарием. А, вот он. Да, с слоновой костью. Не знаю, написано тут. Фабиана. Тут написано, что это меч Фабиана. Хотя это, по-моему, из души того животного было сделано. Которое я убил на пути в замок к этому королю слоновой кости. Ладно, почитаем про души. Может, даже посмотрим, что из них можно сделать. Так, душа Залана, верного слуги короля слоновой кости. Каждый из семи зверей короля. Что? Их еще и семь? Вот это прикольно. Выполнял определенную обязанность Залан, даровал смерть изгнанникам. Чуде... А, подождите. Семь... Подождите, нет. Я... Тут явно написано семь зверей короля. А я подумал, что... Как бы... Три кота и четыре рыцари. Но, оказывается, рыцари это не то. Чудесная душа этого зверя может принести множество душ или создать что-то обладающее. Да, понятно. И тут у нас душа Луда, верного слуги короля слоновой кости. Каждый... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Луд даровал смерть изгнанникам, а Заланда... Каждый из семи зверей короля слоновой кости выполнял определенную обязанность. И все они даровали смерть. Конечно, очень... Очень круто. Может, тут начерикать получилось? Так, это, по-моему, не тот выход. Вон там свет. Наверное, меня вынесет отсюда светом. Ну, конечно, из любой тундры так. Что это за след от ботинка? Едьте. Так давайте еще без боссов. А то сейчас туда отправлюсь, а там еще боссов. Ну, хорошо. Теперь можно к Вендрику корону обменять, слетать. Или давайте сначала посмотрим, что там из душ получается. Кстати, эти... Душа Лойс. Если 50 штук собрать, то можно получить ее полную душу, ну и поболтать с ней в том тронном зале. Но, извините уж, не буду я этим заниматься, потому что достаточно долго зарабатывать 50 душ, и они падают не с каждого рыцаря, и придется очень много раз помочь людям убить ее. Не, ну, конечно, можно, было бы, наверное, и я, может быть, если мне скучно будет, когда-нибудь это сделаю, но, в общем-то, желания особого не испытываю. Вообще, этот огонь тушит эту магию, так что-то. А то меня с ними пугали, что она может долететь, попасть в эту птицу, она подумает, что мы ее атакуем, и начнется битва. Битва, но нет. Кстати, двуручный меч неплохой. Урона у него, конечно, немного, но силы и ловкости надо немного, чтобы носить его в одной руке. Кстати, старый меч демона из плавильни появился, по-моему, синий, что достаточно здорово. То есть, по-моему, теперь и обычный, хотя обычного я тут не вижу. Может, он у другого торговца, но... Клинок хаоса, вообще не помню такого. Ладно, я вообще сюда не затем пришел. Щит из Лоис, наверное, это оно, а нет. Ну, щит, знаете, такой против магии, может, неплохой, а так... А вот, душа зала, это точно. Значит, это то. Откуда у меня душа? А, я подобрал уже душу короля, когда за короной ходил. Ну, кстати, такой щиток вообще... Ну, кстати, смотрите, на самом деле хороший щит, щит. Наверное, больше весит, чем треугольный, но... Классный. Извиняюсь, что часть, наверное, будет достаточно такой продолжительный, но... Хочется все проверить. А вот лут. Ну да. Да, двуручный меч. А это уже... Кстати, можно или щит сделать, или меч из души короля, но... Ну, я, кстати, даже уносить его могу. Ну, потому что тут нужна и магия, и чудеса, но... Чуть не хочу. Ладно. Ничего, я не буду тут брать, хотя... Что мне вообще мешает поменяться? Типа, взять вот это. Потому что больше ни на что я... Хотя, может, магию какую-то можно выбрать у другого торговца. Но... Кстати, и почитать можно вообще. А, ну там одно и то же описание. Большой меч смотрителя выглядит, как кинжанчик, на самом деле. Ладно, возьму. Недорого это стоит, и души мне в целом не особо и нужны. Ну, щит вообще говно, но не знаю, зачем его брать. Атака магии. Хорошо. Пока. Ну и отправимся... К Вендрику. Я, на самом деле, уже... Видел, что будет, когда мы туда придем, так что... Это немножко... Мне без разницы, что он сделает, но сделает он, равным счетом, почти... Очень много, конечно, да. Что-то я забыл, что спойлерить нехорошо. Ну, хотя тут спойлер такой, через 5 секунд все увидится. Я не помню, уже появляется или нет еще этот. Уже не появляется. Ну что, проскочим? Без единого попадания по себе? Конечно, нет. Обычно у меня это не получается. Вот где-то здесь меня и поводят. Можно с ними, кстати, повоевать. Конечно, уже... Бессмысленно. А, кстати, можно делать такую удары. По идее, они должны падать, наверное, потому что... Сейчас посмотрим. Ну, не долетел. О, да, падает. Да я против армии. Против армии. Что такое? Куда пошли? Сюда. Сюда. Упс. Хе-хе-хе. Не такой уж я и хороший палец. Ладно, все, а сейчас еще и сдохну. Ну, нас мелели сразу. Только не расскажи мне, что мне надо узнать. Сюда. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Че вы все появились? Нифига себе у него спина крепкая, если бэкстеп не проходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...